Боевики не оставляют попыток захватить село Широкино под Мариуполем. Сейчас там самая сложная ситуация. Атаки не прекращаются. Под обстрелами и другие населенные пункты области. Данных о пострадавших среди мирного населения нет. А среди военных за сутки погибли двое. Еще 10 ранены. Илона Свердун далее. Обстрел Широкино возобновился в 7 часов утра. Работали танки и минометы. Несколько часов перерыва и снова стрельба. Больше всего досталось восточной части и центральным улицам села. Во второй половине дня мощные взрывы уже отчетливо слышали жители восточного микрорайона Мариуполя. Несколько снарядов этим утром попали и на территорию Авдеевского коксохимического завода. Из сотрудников никто не пострадал, но здание завода управления разрушено. А в пожарной части, прилегающей к проходной предприятии, два снаряда пробили крышу. Обстрелы громыхали и в соседней Каменке, и в Красногоровке, что рядом с Донецком. Снаряды падали и в Донецке. В Куйбышевском районе в результате прямых попаданий сгорели два частных дома. В Дебальцево, которая на протяжении нескольких недель оставалась самой горячей точкой области, пытается предотвратить гуманитарную катастрофу. Представители Красного Креста накануне привезли лекарства, воду и продукты. Всего этого людям катастрофически не хватает. Закрыли все магазины. Купить ничего нигде нельзя. Абсолютно. Не приготовить, не купить. А то, что было раньше запасено, не на чем приготовить. Печки у нас электрические. В Дебальцево давно нет света, воды, отопления. В таких условиях пытается выжить около 5000 человек. Илона Свердун. События. Канал Украина.